Приветствую вас на вебинаре. Это, как вы поняли, из заставки цикла вебинаров. Мы делаем несколько штук по тематикам, которые вы только что посмотрели. Мы говорим про рекламу в интернете, про каналы в интернете, про то, как измерять эффективность, искать клиентов, доводить клиентов до финальной сделки, работать с конверсиями, много-много тем. Значит, четыре блока в этом цикле у нас есть. Можно посмотреть либо у нас на лендинге, либо мы в анонсах будем говорить, рассылки будут такие приходить. Значит, сегодня первый вебинар посвящен он рекламным каналам в интернете и вообще вопросу, где искать клиентов. Мы акцентироваться сегодня будем на интернет-каналах, поскольку не очень понятен еще вопрос, насколько открыты у нас официальные пространства оффлайновые. Мы сфокусируемся на интернете, посмотрим, какие каналы есть, вот так вот разложим, какие у них есть особенности, ну там плюс и минус, если говорить в простом варианте, что использовать лучше для одной отрасли, например, или для другой задачи. И во второй части у нас вебинар будет из двух частей состоять. Во второй части посмотрим, как это прилагается к CRM-системе. Что можно делать с этими лидами потом, как действительно измерять эффективность, что такое сквозная аналитика, как работать с этими клиентами для продажи в текущей ситуации, и как работать с ними в дальнейшем. По организационным мероприятиям у нас с вами полтора часа в ближайшем будущем есть, до 12.30 мы с вами вместе. У нас с вами будут два спикера, я буду представлять их по очереди и в первой части, если вы с нами сначала это видели уже и первого, и второго спикера. Запись этого вебинара будет, если правильно, со звуком, светом или еще чем-то, можно будет потом полистать, пересмотреть. Мы поделимся и записью, и презентациями спикеров, которые сегодня будут. Если вдруг у вас что-то случается с звуком или замораживается картинка, попробуйте обновить страницу. Чаще всего история именно в этом. Тогда долгих предисловий больше не говорю. У нас есть чатик, в него можно адресовать вопросы, мы будем подглядывать за этими вопросами, и в конце каждого выступления, каждого спикера на эти вопросы поотвечаем. Может быть, что-то вытащим в процессе, но, скорее всего, в конце я буду подсматривать в чат и выписывать вопросы, которые стоит задать. Итак, друзья, давайте начнем вебинар с контентной его частью. Я приглашаю первого спикера. Ольга Бойко из компании «Ашманов и партнеры». Вы первый слайд видите. Ольга, выходите к нам в эфир. Ольга – эксперт по рекламным каналам. Как раз мы действительно фокусируемся на интернете, и сейчас Ольга расскажет нам про каналы, которые есть в интернете в текущем режиме, и как вообще к ним подойти. Что лучше, что хуже, если вообще слова «лучше» или «хуже» к рекламным каналам в интернете применимы. Ольга, еще раз день добрый. Здравствуйте, Михаил. Так, еще все ли слышно, все ли видно? Так, Михаил, вы висните. Друзья, поставьте нам, пожалуйста, какие-нибудь плюсы или минусы. Есть звук, картинка или нет? Видно ли хорошо? Да, говорят, что все окей. Тогда я оставляю эфир в ваше распоряжение, сам далеко не ухожу. Отлично, спасибо, Михаил. Добрый день, как Михаил уже представил. Меня зовут Байко Ольга, представляю компанию «Ашманов и партнеры». Тоже в Москве, тоже очень жарко, 25 градусов у меня, по крайней мере, но вентилятор выключили. Итак, поговорим мы, правда, сегодня про рекламные каналы в интернете. И если представиться, хотелось бы так, одну секундочку, у меня почему-то... Так, сейчас небольшие технические пронусы у меня почему-то не листали презентации. Серия вебинаров «Борьба за клиента». Лучшие спикеры и эксперты рассказывают. Так, Михаил, наверное... Да, я переключил на презентацию. Да, почему-то я не могу нажимать «Вперед!» презентацию. Так. Не можете... Или мышкой. Да, мышкой не получается. Мышкой. Не получается. Не получается. Смотрите. Смотрите. Это я перелисну на следующую. Да. Я не могу. Нет, у меня нет дозы. Я всем уже пробую. Пропала мышка. Так. Ну, есть старый дедовский способ. Старый дедовский способ. Нет, это не я уже листаю, это вы перелиснули. Попробуйте еще раз. Нет. Давайте выйду и, наверное, войду еще раз, потому что до этого получалось у нас. Так. А сейчас... А, выйти и войти, в смысле, из эфира и в эфир. Так. Друзья, прошу прощения еще раз в самом начале на некоторые технические истории. Может быть, температура тут всему виной, может быть, нет? Так. Попробуем еще раз листать. Ольга, вы с нами. Так. И я опять не могу листать. То есть у меня она просто, в принципе, не листается. Так. Я ее пробую. А вы листаете ее... Клавиатурой листаете или переключаете ее... Я пробую, ничем не перелистывается. Ничем не перелистывается. Ну, давайте старый дедовский способ. Я попробую полистать вам презентацию, буду рядом и буду крутить ее. Давайте на первый слайд. Итак, давайте сразу же на следующий. Отлично. Зовут меня еще раз Байко Ольга. Занимаюсь я рекламой в интернете. Мой профиль – это именно работа с поисковым маркетингом. Но наша компания занимается не только этим. О чем сегодня поговорим? Поговорим мы про виды рекламных каналов. Рассмотрим плюсы и минусы. Посмотрим, какой канал для чего. Подумаем, какой канал в чем нам поможет. И какой подходит конкретно. И рассмотрим, естественно, KPI. Потом коллеги дополняют меня. Скажут, как это все нужно анализировать. И смотреть. Михаил, давайте дальше. Михаил. Да, отлично. И сразу же еще раз. Хорошо. Итак, давайте разберемся сначала еще, какие у нас рекламные каналы бывают. Михаил, там дальше несколько слайдов. Прям подряд их пролистывайте. Мы будем на них смотреть. Итак, первый канал у нас – реклама, контекстная реклама, e-mail маркетинг, таргетированная реклама, SEO-продвижение. Михаил, следующий. Так, смотрите, нет звука и видео. Скажите, пожалуйста, у всех ли нет звука и видео? Некоторые пишут, только презентация. Все норм. Смотрите, если у кого-то нету, значит, нужно перезагрузить конкретно проблему на вашей стороне. Потому что пишут многие, что все есть. Смотрите, рассматриваем в данный момент 6 рекламных каналов в интернете. Контекстная реклама, таргетированная, медийка, SEO, SMM, e-mail маркетинг. Естественно, это не единственный список каналов, которые вообще существуют. Существует еще и работа с репутацией, и контент-маркетинг, с пейсией и так далее. Но мы рассматриваем сами такие стандартные, самые базовые, которые чаще всего нужны всем, либо нужны хотя бы протестировать и посмотреть, и на каком-то этапе почти все они нам будут нужны. Михаил, следующий слайд. Отлично. Вот эти блоки, да, контекстная реклама, Михаил переблеснул, медийная реклама и таргетированная реклама – это конкретно платный трафик. Что такое платный трафик? Это когда мы платим конкретно за каждое целевое действие. Остальные каналы немножко другие, и начнем мы с этим. Начнем мы с контекстной рекламы. Михаил. Отлично. Контекстная реклама. Что это такое? Контекстная реклама работает уже с существующим спросом в интернете. То есть, когда у нас есть уже список запросов, когда есть существующий спрос, да, здесь у меня пример работы с роботом-пылесосом, то есть уже существует запрос робот-пылесос купить, и через него мы можем продвигаться в контекстной рекламе. Кроме верхнего вот этого баннера спецразмещения есть еще внизу рекламное объявление, и также есть RCA и KMS. RCA и KMS, рекламная сеть Яндекс и контекстно-медийная сеть – это, по сути, сесть Яндекса и Гугла, где все объявления дополнительно можно откручивать. Там очень часто используется, например, ретаргетинг. Мы повторно касаемся с клиентами, да, которые уже у нас были. Михаил, следующий слайд. Про такие особенности небольшие контекстной рекламы. Долго про контекстную рекламу рассказывать не буду. Я думаю, что все плюс-минус знают это. Если какие-то вопросы будут, то обязательно задавайте. Мы в середине, там, в конце прервемся моего выступления в середине нашего вебинара, и я постараюсь ответить на все вопросы. В чем особенность контекстной рекламы? Особенность контекстной рекламы, как я уже сказала, это работа с существующим спросом. Как мы оцениваем, есть ли спрос в интернете на наши товары? Есть сервис Wordstat, куда можно забить запросы по нашей тематике и посмотреть, есть ли у нас спрос. То есть, например, если мы выводим новый продукт на рынок, то контекстная реклама, естественно, нам не поможет. Если говорить про особенности контекстной рекламы, это, естественно, быстрый эффект. То есть, если, например, мы завтра с вами решили настроить контекстную рекламу, то, скорее всего, уже через пару часов у нас будут какие-то лиды. Минусы контекстной рекламы – это стоимость. Очень часто, если мы говорим про высокочастотные запросы, если мы говорим про популярные тематики, то спрос очень часто перегрет, и из-за этого мы получаем высокую стоимость льда и, естественно, дальнейшие продажи. Михаил, кнопочка. Да, дальше у нас давайте подразумеваемся по таргетированной рекламе. Что такое таргетированная реклама? По сути, она похожа на контекстную рекламу, но она работает не с существующим спросом, а чаще всего конкретно таргетируется на определенную целевую аудиторию. То есть, когда мы с вами зарегистрируемся в интернете, в социальных сетях, мы указываем очень много информации личной про себя. И благодаря вот этой вот информации по нам потом таргетируется. Также и мы можем таргетироваться по этим людям. Здесь примеры таргетированной рекламы, которая выводится мне. Это различные вещи, которые считают, что я их целевая аудитория. Михаил, следующая кнопка. В чем особенность таргетированной рекламы? Таргетированная реклама в основном работает с формированием спроса. То есть, когда еще у нас нет спроса, то есть мы выводим новый товар, и мы можем именно с помощью таргетированной рекламы это делать. Бывает, когда таргетированная работа рекламы уже с существующим спросом работает. Ну, это вот пример, да, на прошлой слайде был реклама Алтая. Я смотрела путешествия на Алтай, зашла в какую-то группу, поставила там какие-то, видимо, лайки, возможно, им даже написала и на что-то подписалась. И после этого другие компании, которые тоже организовывают путешествия на Алтай, они начинают по мне таргетироваться. В чем логика? Здесь мы можем настроить максимально узкую целевую аудиторию. Конкретно мы выписываем портрет нашей целевой аудитории и настраиваем ее в таргете. Очень много настроек там есть. Это и пол, и возраст, и социальное положение, и интересы. То есть можно получить такую вот именно узкую целевую аудиторию. И так же, как контекстная реклама, это, естественно, быстрый эффект. Михаил? Медийная реклама. Медийная реклама. Ну, здесь, наверное, тоже долго останавливаться не обязательно. Медийная реклама, все знают, что это такое, просто ее очень много. По сути, это все, что мы видим в медиа. Это и баннеры, это и прероллы в видеофильмах, которые мы смотрим. Это различные баннеры видео на различных сайтах. По сути, медийная реклама, следующий слайд Михаил, она работает уже с формированием, опять же, спроса. То есть эта реклама, да, она имеет большой охват, да, это из преимуществ таких мы можем выделять, что охват там бывает очень большой, и клип, он чаще всего дешевле. Но из таких достаточно больших минусов, если у нас есть совсем маленький бюджет, то смысла идти в медийную рекламу у нас нет. По сути, это будет такая стрельба по воробьям, и обычно ничего не получится. Но, тем не менее, медийная реклама показывает очень большую эффективность, например, когда нет вообще спроса никакого по нашей тематике. Например, мы вводим несуществующий пока продукт на рынок. И работа именно в студии рекламы позволяет формировать этот спрос. Михаил? Сема продвижения следующая. Search Space Optimization, то есть поисковая оптимизация. Цель поисковой оптимизации – продвинуться в органическую выдачу Яндекса и Гугла. Органическая выдача находится сразу же после контекстной рекламы. Я вот здесь вот выделила, чтобы было понятно. Михаил, следующий слайд. Плюсы и минусы SEO-продвижения. Плюсы в том, что, ну, считается, что это такой условно-бесплатный способ продвижения. Условно-бесплатный – это что значит? Никому платить напрямую не нужно. Не нужно платить Яндекс за контекстную рекламу, за медийку и за все остальное, а не социальным сетям там. Но, естественно, нужна качественная настройка данного инструмента. Этот канал долгий, объективно долгий. Не верьте, если вам говорят, что результаты вы увидите там через месяц, через две недели. Это не работает. Реально среднее время, когда мы видим результаты по SEO – это 4-6 месяцев. Понятно, что раньше у вас продвигаются какие-то конкретные запросы, но это, естественно, не полная работа там с сайтом, не продвижение всего ядра запросов. Еще из минусов SEO – то, что очень много вранья на этом рынке. К сожалению, нет никаких инструкций, как работает SEO. То есть Яндекс говорит одно – делайте сайты лучше. Google, в принципе, почти ничего не говорит. При этом в Яндексе есть 2000 факторов франжирования, в Гугле их около 1000. По сути, очень много черных методов продвижения на рынке сейчас. Некоторые просто, например, не делают ничего, потому что, ну, полгода подождут, можно полгода говорить, что пока результата нет, потому что это долгий канал, а потом что-нибудь получится. Но полгода вы платите деньги. Поэтому очень важно обращать, что конкретно делает компания, зачем, какими методами пользуется. Это классный канал, да, который может вас поддерживать в периоды как раз кризисов, так как, ну, по сути, он является условно бесплатным. И важно, что когда вы обработаете свой сайт таким образом, что он будет нравиться поисковым системам, по сути, даже когда вы перестанете платить SEOшникам, трафик у вас будет неприятный. И, естественно, клиентам. В чем еще особенность SEO? Не работает просто SEO. По сути, даже мы сейчас называем это не SEO, а поисковый маркетинг. То есть все, что хотят от нас поисковые системы, это чтобы мы работали не только над сайтом, но и над всем бизнесом в целом. То есть добавляли адреса, добавляли дополнительные филиалы, писали отзывы, реквизиты добавляли на сайте. И вот этих вот факторов очень-очень много. Если кому-то конкретно нужна будет консультация по какому-то из этих каналов, то я контакты оставлю, можете обратиться, более подробно разберем. Из плюсов на SEO влияет абсолютно все в положительную и отрицательную сторону. То есть если вы работаете хорошо с трафиком, если у вас много трафика на сайте, то это положительно сказывается. И все остальные каналы, которые вы используете качественно, оно влияет, подпризывающе на именно SEO-продвижение. Михаил, нажмите, пожалуйста, на следующий слайд. Следующий канал – это SMM. Social Marketing, то есть по сути это маркетинг в социальных сетях. Таргетированная реклама считается одним из подпунктов тоже SMM. Ну, мы его отделили в платный трафик, можно и так, и так. Обычно чаще всего SMM именно сюда прикрепляет. В SMM есть много методов работы. Это и, например, работа с блогерами рекламы. Здесь вот пример блогеров крупных, которые рекламируют товары. Следующий слайд, Михаил, мы увидим. Также это может быть работа со своим брендом, то есть работа со своей страничкой. И, например, контент-маркетинг. Это самое классическое. Следующий слайд, там будет контент-маркетинг. Нажмите, пожалуйста, Михаил. Контент-маркетинг, когда мы напрямую продвигаем услугу, а работаем с информационным, так сказать, спросом. То есть, например, как устроиться на работу программисту без опыта. Не знаю, почему это таргетируется на меня. Я вообще не программист, но почему-то вот так. Следующий слайд, Михаил. В SMM есть очень много таких интересных тонкостей и очень много заблуждений. Чаще всего клиенты, когда мы говорим о том, что неплохо подключить, например, SMM. Говорят, что вот три самых таких топовых я здесь вставила. Тут только котики и школьники говорят нам клиенты. Там нет моей целевой аудитории, рассматривая какую-то конкретную социальную сеть. И тоже достаточно частое заблуждение, что никто не покупает в социальных сетях. Михаил, давайте нажмем еще раз на кнопочку. Заблуждение по поводу платежеспособности аудитории в социальных сетях. Здесь представлены самые часто используемые социальные сети. Контакт, Одноклассник, Инстаграм, Фейсбук. Посмотрите, пожалуйста, вот внизу, да, если у кого-то у вас у всех есть лупы, можно приблизить. Я конкретно убирала из медиаскопа данные. В основном, да, как ни странно, Контакт, который считается достаточно, там, неплатежеспособной аудиторией, чаще всего клиенты, больше всего людей, которые покупают дорогие вещи. Либо просто покупают что-либо в интернете. Данные эти, они относительные, потому что они анализируют полный трафик на социальную сеть. А у нас в Контакте, естественно, самая большая, самая крупная социальная сеть, когда приходит больше всего трафика. Но, тем не менее, по этому графику видно, что плюс-минус даже процентным соотношением социальной сети все имеют большое количество аудитории, которая покупает и покупает не только вещи, одежду, но и покупает дорогие вещи. Кнопочка «Михаил». Дальше самый такой мой любимый слайд по поводу ВКонтакте. Вот прям самый топ, да, что ВКонтакте школьники, мы никогда не будем работать с ВКонтактом. Немного о школьниках ВКонтакте. Это данные медиаскопа тоже и данные о том, сколько лет аудитории ВКонтакте. 35-60. То есть это, ну, самую большую группу, вот это вот люди составляют. В принципе, вообще пользователи социальных сетей, они, так сказать, стареют и становятся более мужественными. То есть становится больше мужчин, и аудитория становится старше и старше. Михаил, давайте еще раз нажмем на кнопочку. Еще немножечко про социальных сетей. Никто не покупает в социальных сетях. По данным 2019 года, 20% оплат, которые были произведены в Рунете, составляют именно соцсети и мессенджеры. То есть 20% — это огромный объем, который вы опускаете, когда вы говорите, что никто не покупает социальных сетей. Поэтому призываю, да, работать с ними. Из минусов социальных сетей не всегда можно предугадать, как это будет работать, не всегда можно спрогнозировать какие-либо результаты, но из дополнительных таких плюсов, да, это таким образом можно работать с целевой аудиторией, которая уже у вас купила, либо находится на этапе предпокупки. Михаил, следующий слайд. Ну и один такой из моих любимых тоже каналов — это e-mail маркетинг. Его многие не любят. Многие считают, что этим может заниматься кто угодно. То есть не надо работать этому маркетологу, можно посадить студента там какого-то, который будет делать какие-то рассылки. На самом деле огромный объем работы, которые... Я думаю, что дополнительно коллеги еще расскажут вот только настроить это через CRM. По сути, это работа с вашими уже существующими клиентами, с вашей базой, и ваша база, по сути, ваше золото. Это еще один условно-бесплатный инструмент, в котором вы можете работать. Условно-бесплатный, понятно, что нужен сервис, да, для того, чтобы это отправлять на большую клиентскую базу, но тем не менее, да, и если вы делаете качественную верстку, то это, естественно, тоже бюджеты, но тем не менее это работает. В основном позволяет работать с повторными покупками. Михаил, пощелкайте, пожалуйста. Петр, пока Михаил, по поводу того, можно ли продать холодильную машину в социальных сетях. Да, абсолютно, на самом деле, вы правы. Для социальных сетей есть свои каналы, свои сферы, которые в этом хорошо работают, либо плохо работают. Здесь нужно тестировать, смотреть, что делают конкуренты. Возможно, и можно иногда, но редко, да, вы правы. Е-мейл рассылка, да, какая она бывает? Она бывает, по сути, рекламная. Давайте следующий слайд. Михаил, бывает индивидуальная для доведения клиентов до покупки. Это вот, к примеру, я заказывала что-то в лабиринте, и в итоге на этапе заказа у меня пропал товар из корзины, и мне информируют, что этот товар появился на складе. И следующий слайд. И здесь на контент-маркетинг это работа с именно непродажными статьями, которые мы отправляем наших клиентов для того, чтобы повышать их лояльность и напоминать о себе. Михаил, следующий слайд. Отлично. Внимание, вопрос. Следующий сразу же. Давайте я задам вопрос так. Как вы думаете, сейчас нужно будет подписать, да, как вы думаете, какой рекламный канал более эффективен, возможно, на вашем опыте? Давайте пару-тройку ответов. Так, СММ, комплексный маркетинг, отлично. Директ, таргет, СЕО, СММ, СЕО, таргет, комплексная реклама. Отлично, на самом деле. Все, с одной стороны, правы. Правы, да, говорят, что зависит от продукта очень сильно. Но есть одно небольшое НО. Кликните, пожалуйста, Михаил. Для сегмента итальянской мебели какой канал лучше? Я оставлю свои контакты, а мы сможем с вами обсудить. Нужно будет посмотреть конкретно вашу ситуацию и вашу историю. Ну, а у меня здесь информация, что никакой. Почему же никакой? Михаил, сошелкните, пожалуйста, еще раз. Смотрите, есть такая история про то, что в среднем сейчас по рынку необходимо порядка 10 касаний с пользователем для того, чтобы он совершил покупку. Понятно, что есть покупки быстрые, да, то есть когда мы там работаем с небольшим средним чеком, там, до 500, до 1000 рублей, и это часто достаточно такие спонтанные покупки, здесь может быть, что цифра меньше, но, тем не менее, она очень редко с единицей. В чем это говорит? То, что когда я ищу какой-либо товар, я часто провожу, например, там, день-два в поисках или хотя бы два часа. За два часа важно, чтобы пользователь встретил нас везде. То есть когда он ищет информацию о чем-то другом, мы показываем им медийную рекламу, когда он забивает запрос в поисковик, мы показываем там контекстную рекламу и продвигаемся в органик. По сути, да, работа с всеми каналами позволяет сохранить такую синергию рекламных каналов, когда каждый помогает друг другу. Давайте дальше, Михаил, нажмем на кнопочку. Вот, по сути, что сейчас мы пройдемся как раз по воронке, и будет более понятно, как использовать эти каналы совместно. Следующий, пожалуйста, да, я, видимо, хочу на море, у меня вся презентация связана с водой как-то, ну вот, да, особенность, видимо, сидения дома на карантине. Итак, давайте рассмотрим самую классическую воронку продаж. Первое, что мы делаем, это мы формируем спрос, ну, либо наслаждаемся тем, что уже кто-то сформировал его за нас. Михаил, следующий слайд, нам сейчас подряд прям нужно будет нажимать. Приготовьтесь. Отлично. Дальше мы доводим клиента до продажи. То есть, когда у него уже есть осознанный спрос, и он уже ищет конкретно, где купить. Здесь нам будут помогать уже там какие-то посадочные страницы, сайт, социальные сети. И это повторные продажи. Повторные продажи мы сейчас дополнительно разберем, это очень важная история. Михаил, следующие слайды. Что мы делаем для формирования спроса? По сути, результатом формирования спроса является у нас трафик. Результатом доведения до продажи лиды, Михаил, нажмите, и повторные продажи – это уже, естественно, еще повторные продажи, которые мы получаем. Какие же каналы подходят на каждую из этой задачи и воронки? Михаил, пощакивайтесь, пожалуйста. Первое – формирование спроса. Топ каналов, которые используются для этого – это медийная реклама, если бюджет у вас большой. Таргетированная реклама в любом случае, если и большой бюджет, и если он небольшой, вы можете с этим работать. И это, естественно, СММ. Привлечение клиентов. SEO, контекстная реклама, таргетированная реклама. Здесь уже понятно, когда спрос уже есть, мы в основном работаем с SEO, с контекстной рекламой, ну и дополнительно таргетом работаем с этим. И повторные покупки. Это контекстная реклама, в основном, например, ретаргетинг либо дополнительная информация, таргетированная реклама, e-mail рассылки и СММ. По поводу, например, e-mail и повторных продаж, последняя интересная такая штука, которая начала происходить, я замечаю, возможно, сейчас кто-то из вас тоже заметит эту историю, это работа с повторными покупками через e-mail маркетинг, очень интересная. Я покупаю в Перекрестке эти пакеты с капсулами для посудомоечной машины. Я начала замечать интересную штуку, то, что я хожу и думаю, что у меня они кончаются, и вот в этот именно момент приходит мне сообщение о том, что у них какая-то акция на данные таблетки для посудомоечной машины. Суть в чем, что многие сети продуктовые, они работают таким образом на повторные продажи. То есть они замеряют, сколько времени примерно человек пользуется капсулами для стиральной машины. И когда этот товар по их аналитике подходит к концу, они отправляют мне информацию о том, что у них на них скидка, и закажите в нашем интернет-магазине. Класс на самом деле работает, один из вариантов того, как стимулировать повторные продажи. И сейчас более подробно расскажу, делать это зачем. Михаил, кликните, пожалуйста. Поговорим про KPI. Как же все это отслеживать? По сути, если мы ничего не отслеживаем, как бы мы хорошо не работали со всеми этими видами рекламы, вряд ли это будет правильно. Почему? Потому что мы можем не замечать, например, один канал, который у нас не работает, либо какие-то каналы, которые нужно докрутить. Итак, какие KPI существуют? Давайте еще немножко интерактива. Какие KPI вообще знаете? Какие KPI вы используете в своей работе? Давайте по парочке. Наталья, пропал звук. Наталья, перезагрузите, пожалуйста. Также ждем. Звук есть. Отлично. Так, вопрос, какой будет канал, ответим чуть попозже. Так, конверсия в лиды. Давайте еще по пару KPI, которые... На всех случаях KPI, кто не знает, да, это, по сути, ключевой показатель эффективности. Да, то, как мы замеряем эффективность нашей рекламной кампании. Что это? Так, наверное, прямо нет. Давайте сейчас расскажу. Да, KPI их очень много. По сути, это все, что мы можем отслеживать в интернете. Это и трафик. Михаил, пощелкайте, прям долго там много-много KPI, которые я решила вывести. Абсолютно верно. Конверсия, продажи. Какие количества KPI? Это все маркетинговые такие термины. Михаил, прям пощелкайте подряд, да, их очень много. Здесь и трафик, и bounce rate, и дорреры, видимость сайта, и позиции сайта, ну, и еще 18 тысяч сочетаний букв, которые мы можем отслеживать. Все эти KPI рабочие, и если у вас есть там маркетолог, это классно, если он отслеживает их все, их все нужно отслеживать, но есть небольшое но. По нашим данным, данным рынком, один человек не может следить за всеми существующими KPI. Даже если вы узнаете вам, как считаются все эти KPI, нанимете маркетолога, либо будете заниматься этим самостоятельно, к сожалению, один человек не может влиять на такое большое количество KPI, просто потому что им придется разорваться. По сути, среднее, да, количество KPI, которые один человек может вести таким образом, чтобы он на них мог влиять, это где-то до пяти KPI. И сейчас я приведу такие четыре самых классных KPI, которые стоит отслеживать. Это именно бизнес KPI, с которыми хотелось бы вас познакомить. Основные KPI, которые нужно считать. Четыре раза, Михаил, прям нажмите. Трафик, Conversion Rate, конверсия, там у меня будет, Михаил, нажимайте, не стесняйтесь. Следующие – это CPO и LTV. Не пугайтесь данных терминов, сейчас про каждый из них расскажу. Сначала самый простой. Это, естественно, трафик. В любом случае, нам нужно будет отслеживать трафик. Михаил, нажмите, да, пожалуйста. Отлично. Трафик. Что это такое? Это, по сути, анализ того, как отработала там наша уже текущая, например, медийная реклама. Мы получили куда-то трафик либо на свой сайт, либо на лейзинг-пейдж, либо на социальные сети, на любую там посадочную страницу, с которой мы работаем. И также это будет результат, например, SEO-продвижения, контекстная реклама, то есть изначальный трафик на сайт, который приходит. То есть, по сути, начало воронки. Что нам дальше нужно отслеживать? Михаил, понажимайте, пожалуйста, на кнопочку. По сути, и еще, прям не стесняйтесь, еще-еще нажимайте прям подряд, там много анимации. Вот, к сожалению, не ожидала, что придется Михаилу на это нажимать, поэтому сделал максимально анимационную презентацию. Что же такое конверсия или conversion rate? Много кто отвечал про нее, но на всякий случай расскажу. По сути, это конверсия вашего сайта. Процент того, сколько у вас из одной верхней части воронки, переходит в более нижнюю. То есть, например, сколько у вас из трафика появляется лидов, сколько у вас появляется продаж. В сути, это то, насколько хорошо отрабатывает ваши посадочные страницы, сайт, социальные сети или что-то еще. Если говорить про хорошую конверсию сайта из трафика в продажу, целевая конверсия где-то 2-4,5%. Это прям такая целевая, к которой стоит стремиться. Если вы посчитали, и у вас получается 64 или 82, то нужно пересчитать, потому что такого не бывает. Ну, часто говорят, на самом деле, клиенты, но, скорее всего, там какой-то баг, что-то не совсем кто считаете. Целевая, да, по e-com, это в основном 2-4%. Естественно, если вы работаете там с повторными покупками, это более конверсионная обычная история. Михаил, давайте нажимаем дальше. Следующий показатель – это CPO, стоимость покупки. Что же такое стоимость покупки? Нажмите, пожалуйста, еще раз, Михаил. По сути, это то, сколько мы отдаем за одного привлечения клиента. Как это считается? Мы берем затраты рубля и делим на количество продаж. Михаил, еще раз на кнопочку. Два раза можете. Как мы берем? Например, мы берем, что мы на наш маркетинг какой-либо потратили тысячу рублей. Давайте обратно, прошу прощения, Михаил. Михаил, обратно начните. Отлично. Мы посчитаем, каким образом. Прямо, например, что 100 тысяч рублей мы потратили на нашу рекламную кампанию. С этого мы получили 100 продаж. Получается, что у нас CPO, то есть стоимость нашей продажи, составляет 1 тысяча рублей. И с этими данными нам уже нужно смотреть, что делать, насколько это нам подходит, насколько это перекрывает маржу или нет. В обычной, да, такая ситуация должна быть, что CPO, он должен быть меньше, чем то, что вы получаете с вашего клиента. Но очень важно, что не всегда. Очень важно считать CPO, очень важно знать, сколько стоит ваш клиент, но еще важнее считать следующий наш KPI. Михаил, два раза нажмите, пожалуйста, на кнопочку. И еще раз. Смотрите, бывают ситуации, когда CPO выше, чем стоимость, которую мы получаем от клиента, и это нормально. Как такое может быть? Для этого существует следующий KPI – это LTV. По сути, это совокупная прибыль, которую клиент принес к нам за все время с нами сотрудничество. Либо считают LTV, например, за год. Либо, то есть вам нужно высчитать, сколько в среднем клиент работает с вами, либо брать за какое-то определенное время. Как считается LTV? Очень много сложных формул LTV. Тут два варианта. Либо можете пользоваться, я достаточно простой здесь привела, либо один раз настроите в Excel себе сложную формулу и работайте с ней. Но для того, чтобы понять, что это такое. По сути, LTV, как считается? Мы берем доход от клиента, который он нам принес за определенное время. Михаил, нажмите, пожалуйста. И вычитаем стоимость привлечения и стоимость на удержание этого клиента. То есть, например, на изначальную контекстную рекламу, чтобы его привлечь, и дополнительно на e-mail маркетинг и смн, которыми мы их удерживали у себя. По сути, вот тогда работает ситуация нормально, когда, например, я продаю футболки, которые стоят тысячу рублей. Маржинальность этого товара у меня, например, рублей 500. И если у меня сейчас получается, что рынок фэшн, он достаточно конкурентный, и я привлекаю клиента аж за тысячу рублей, и при этом имею с него всего 500 рублей. Но ситуация, если этот клиент после того, как купил у меня одну футболку, он купит еще, например, их пять, то я уже, естественно, зарабатываю. Ну, то есть, в моем примере, да, с третьей покупки я уже получаю доход с этого клиента. Нажмите, пожалуйста, еще. Там будет цитата красивая. Михаил? Что большинство стартапов, в принципе, умирают из-за того, что показатель стоимости привлечения первого клиента превышает LTV. По сути, вот это вот четыре KPI, да, это трафик, это конверсии, это CBO и LTV, которые необходимо считать руководителю бизнеса, и которым лучше маркетологам отчитываться о ситуации. Естественно, есть дополнительные KPI, да, которые необходимо считать для того, чтобы считать эти KPI, но это вот такие итоговые, которые стоит отслеживать и на которые стоит влиять. Михаил, на сколько у меня есть еще минуты три? SAS – это первое привлечение клиента. Михаил, подскажите, мы немножко позже начали, у меня есть еще пять минут. Клиент у нас есть, да. Отлично. Что дальше? Мы взяли вот эти вот каналы рекламные, которые я изначально вам презентовала, и раскидали вот эти вот четыре KPI, какие KPI от этого канала можно требовать. Михаил, давайте пробежимся. Первое. У нас идет платный трафик, контекстная и таргетированная реклама. Много что считают, много каких показателей считают, это стоимость клика и дрэрэрэр и прочее, но вот из этих четырех, да, это работа с CPO и с LTV, то есть с повторными покупками и со стоимостью изначального лида. Следующее – это медийная реклама. Здесь все зависит от того, по сути, на что мы нацелены. Бывает медийная реклама, которая нацелена только на трафик, бывает медийная реклама, которая, ну, по сути, такая является продающей медийной рекламой. И здесь нужно понимать цели, как кто-то очень правильно сказал, и уже оценивать либо трафик, либо тоже CPO и LTV. Следующий слайд, Михаил. Там, кажется, SEO у нас. Следующее – SEO. Что стоит требовать от SEO-компаний? Многие работают только за позиции, например. Ну, я прям сильно не сторонник работать за позиции, либо отслеживаю только их, потому что позиция – это приятно. Быть топ-1 по какому-то целевому запросу в Яндексе или в Гугле – это приятно. Можно вказаться друзьям, что-то еще, но, по сути, это совсем не бизнес-кипиай. Вот эти вот позиции, они нужны, например, вашим маркетологам, но владельцам бизнеса вряд ли нужны позиции. Позиции – это верхний уровень, мы совсем показатели. Что идет после позиций? Трафик, который мы получаем уже на сайт, то есть сколько из этих позиций пришло на ваш сайт, потому что бывает ситуация, что у нас есть позиции, позиции неплохие, но трафика мы не имеем. И эта ситуация в том, что не совсем, например, корректно ранджируются страницы или что-то еще. Дальше. После того, как мы получили трафик, что дальше важно? Важно смотреть конверсию. Насколько этот трафик, который приходит, вообще целевой и конвертируется в дальнейшие этапы. Ну и, естественно, CPO. Да, можно считать CPO в SEO, то есть понятно, что у нас здесь лад есть по времени, то, что я сказала, что через полгода работает, но, тем не менее, CPO все считать стоит. Да, все правильно ответили. Я тоже вроде ответила. Цена привлечения не одного пользователя, а именно привлечения первого клиента на чат. Отвечаю вопрос какого-то того, что такое SaaS. Что такое, что работает у нас на SMM? SMM – это трафик, да, новый, это, возможно, даже холодный трафик. И это CPO, LTV. Часто они через дрон идут в зависимости от того, на что у нас, опять же, настроена рекламная кампания. И еще одно нажатие клавиши. Там у нас e-mail маркетинг, и в основном, да, e-mail маркетинг должен работать на LTV. Да, e-mail маркетинг очень круто работает в истории с ассоциативными версиями, да, когда, например, пользователь оставил корзину, когда он не оплатил ее, когда, например, кончился товар, и вы оповещаете. Но это, по сути, вспомогательная его функция. А основная, да, для того, чтобы обратно завести, по сути, вот эту вот нашу воронку продаж, чтобы клиент совершал еще и еще покупки, это как раз главная, основная задача e-mail маркетинга чаще всего. У меня, в принципе, все. Я готова ответить на вопросы. Михаилович, нажмите еще раз на кнопочку. Если будут вопросы там частные, да, то, наверное, лучше можно мне позвонить, написать, и я смогу ответить на вопросы конкретные частные, да, чтобы мы там долго не разбирали конкретные вопросы. А так готовы ответить. Спрашивают про эффективные каналы для конкурентных B2B-услуг. Дизайн, бухобслуживание, 1С, вот то, что популярное, очень дорогое в заявках. Смотрите, ну, 1С дизайн, бухобслуживание, обычно у них большое достаточно количество уже формированного спроса. Поэтому здесь стоит посмотреть туда, но дальше все очень сильно зависит от ваших бюджетов. Если это бюджеты достаточно там большие, например, от 500 тысяч рублей, в принципе, вы можете смотреть там почти все каналы, которые существуют, то есть прям по воронке. Не используя, наверное, медийную рекламу, потому что спрос и так есть на эти услуги, вряд ли стоит его увеличивать, да, на первых порах. Поэтому это, начиная со второй вот этапа воронки, это контекстная реклама, это таргетированная реклама, это SEO и, естественно, e-mail маркетинг 100%. Можно ли без доп. данных сказать, вот в SEO, например, заявка будет стоить дешевле или в контексте, или еще где-то? Вот вопрос про эффективность. То есть если бюджет есть, мы можем рассматривать разные каналы, а что из них принесет клиента за меньшие деньги? Смотрите, как я говорила, да, SEO, естественно, является обычно самым дешевым, дешевым каналом и e-mail маркетингом. Такие два условно-бесплатные инструмента. Хотя за SEO нужно платить, за e-mail маркетинг нужно платить, но мы не платим напрямую, там, рекламные бюджеты платим только за настройку. Дешевле всего там. Но если e-mail маркетинг – это тоже долго, потому что у нас сначала нет, например, клиентской базы, и нам нужно ее сначала сформировать, то в SEO тоже это не быстро. Сначала сайт, ну, то есть он долго находится в прединвестиционной такой системе. Сначала компания там анализирует все, потом это все внедряется, и потом еще срок индексации. У нас срок индексации – это когда то, что вы изменили на сайте, и нужно посмотреть это все в поисковом системе. До 42 дней сейчас. То есть, ну, и это реально достаточно долгий канал. Дешевле всего e-mail, да, и SEO, но долго. SEO долго, e-mail, нужно контекст, контент, вернее, и заниматься и настраивать им. Окей. Вот много сейчас запросов по разным отраслям, я попробую чуть-чуть обобщить. Смотрите, вот B2B и B2C, есть принципиальная разница в каналах, куда идти? Слушайте, на самом деле, лет, наверное, пять назад еще было, и, например, наша компания, мы специализируемся на SEO, все-таки в основном мы все со всем этим работаем, кроме e-mail маркетинга, но, тем не менее, да, если, например, лет пять назад, почти не работали B2B в SEO, то сейчас даже SEO показывает очень классный эффект именно на B2B-шной истории. Он своеобразен, да, не всегда подойдут, например, работа с социальными сетями, но при этом тоже тут два варианта. Во-первых, смотреть, что делают конкуренты, насколько у них это получается, либо, если они не делают, тоже можно попробовать, то есть, возможно, это получится. Бывают взрывы неожиданные, да, но в основном все-таки, например, социальные сети это больше в сторону B2C. Социальные сети B2C. Ну вот если, опять же, у социальных сетей... Да, очень важно, да, не всегда. Бывает. Есть ли ограничения у социальных сетей? Вот мы немножко поговорили в процессе. Дорогие товары, не знаю, станки, тяжелое оборудование в соцсети или в SMM. Стоит идти, стоит пробовать? Да, конечно, на самом деле, тоже одно из таких заблуждений. Он был просто в топ-5 где-то, я в топ-3 только вывела. Продаются дорогие товары в социальных сетях. У нас есть собственный кейс по сайту, который занимается таким антиквариатом, очень дорогим, и большую эффективность показали именно социальные сети, хотя клиент изначально упирался и не хотел с этим работать. Но важно, опять же, понимать, если вы продаете дорогие товары, то там вы не должны контент с котиками, с майликами постить постоянно, то есть нужно анализировать, как это вести. Все зависит очень от товара, социальные сетки, они реально работают. Кроме социальных сетей, есть очень классная штука – это управление репутацией. Здесь мы это не разобрали, потому что, к сожалению, в 40 минут невозможно. Еще и управление репутацией. Тоже очень большой канал, где много есть всего. И, возможно, если не хочется начинать с SMM для дорогих товаров, работать с управлением информационным фоном и формированием информационного фона – это очень классная история. будет дешевле, чем медийка. Но, тем не менее, это сформирует спрос очень хорошо. Еще один хороший вопрос возьму. Как маленьким конкурировать с большими? Есть бюджеты у крупных компаний, они заливают их во все каналы, а у тебя бюджет небольшой. Что делать? Выбирать каналы, точно работать – на самом деле вопрос достаточно сложный, потому что, например, в SEO мы сейчас видим большую проблему в том, что маленьким сайтом, маленьким компаниям просто никуда не пролезть. То есть основной фактор ранжирования, очень важный – это объем трафика. И логика какая? То, что, например, если я продаю футболки, мне кажется, я после этого вебинара лишу продавать футболки, я слишком много об этом говорю. И поедете на море еще. Да. Например, я продаю футболки, да, я конкурирую, по сути, с ламодой. И как смотрят на меня поисковые системы? Они говорят, что, ну, раз у ламоды большой объем трафика, и к ним уже приходит куча народу, зачем мы будем показывать тебя, потому что мы тебя еще не знаем. И показывают ламоду. Поэтому, да, проблема в этом есть. Какие каналы считаются достаточно недорогими? Таргетированная реклама можно с небольшими бюджетами, можно работать с СММ с небольшими бюджетами, но не всегда. Не берите дорогих блогеров. Никогда, на самом деле, это топ-рекомендация номер один. Блин, мало кому нужна Бузова. Ну, серьезно. И у Бузовой вы вряд ли получите продажи. То есть вы получите вау-эффект, вы получите, там, брендинг какой-то дополнительный, но это не продажи. Маленькие блогеры, они работают тоже достаточно хорошо. Там блогеры могут стоить тысячу рублей, и это реально хорошо отрабатывает. В SEO не всегда есть такая интересная штука сейчас. В SEO, когда мы не можем продвинуть какой-то запрос, когда у нас маленький сайт, да, мы работаем с выдачей информационной. То есть идем, как здесь кто-то писал, все туда же. Авито, агрегаторы, маркетплейсы и прочая штука. Это дополнительно еще один из каналов в интернете, который сейчас появляется и является одним из таких важных. Очень много сейчас компаний, которые начали заниматься тем, что продвигают на маркетплейсах, на агрегаторах. Классная вещь, если делать это правильно, и это может заменить в каком-то образе SEO. Вот в контекст, тоже очень редко стоит идти с маленькими бюджетами, вы просто ставками там пройдете. А так, наверное, топ – это таргет, это микроблогеры, это работа с информационным пространством, то есть информационное пространство, агрегаторы, маркетплейсы и прочие истории. Ну, от себя еще немножко добавлю, работа с повторными продажами. Вот прям must-have. Это вроде бы как естественно, но по нашей практике очень много видим разных бизнесов. Мало кто системно к этому подходит. Мы во второй части будем об этом говорить, но вот тут немножко добавить. Ольга, огромное спасибо. Спасибо. Да, мы не успели взять все вопросы, поэтому, друзья, я не знаю, сделайте, пожалуйста, скриншот, если прямо сейчас хочется взять контакты у Ольги, мы выдадим все реквизиты, будет запись, мы отправим ее на электронную почту, по которой вы регистрировались, будут презентации, презентацию Ольги мы тоже поделимся, там можно будет детально посмотреть, покипяем, посмотреть, что у вас работает, что не работает, термины прошифровывать, волшебные там две или три буквы, посмотреть, что они означают и применимо ли это к вам. И любые вопросы, на которые мы сейчас ответить не смогли в процессе вебинара, можно Ольге по контактам, которые здесь есть, задать и пообщаться. Ольга, верно говорим? Да, конечно. И сразу же Елене хочу задать, ответить на вопрос про услуги косметологов и e-mail. Если у вас есть база, естественно, используйте ее, e-mail, это наше все. Окей, Ольга, огромное спасибо. Спасибо вам. Да. Всего доброго, если что, пишите. Друзья, у нас с вами сейчас вторая часть грядет, мы во второй части посмотрим, как эта общая информационная история, логическая история перекладывается на техническую, на CRM-систему, что можно и как показатели эти отслеживать, не в теории, в практике, вот что конкретно нужно делать. Маленькая интересная штука, про которую сейчас скажу, мы приготовили для участников вебинара такой антикризисный чемоданчик, пакет с контентом, полезным контентом, который говорит и как работать в удаленном формате, и как настраивать каналы свои, там есть подборка интересных материалов. Мы этот волшебный чемоданчик, он виртуальный тоже, не физически никак, отдадим в конце вебинара. Я попрошу вас ответить на несколько вопросов, насколько вам было сегодня комфортно, что вы интересному подчеркнули и о чем хотите послушать. И тем, кто пройдет анкету, в конце мы ее выведем, можно будет просто прокликать за две минутки, мы такой чемоданчик отправим. Так, с первой частью мы закончили, переходим ко второй. Я приглашаю в эфир Василия Баранова. Это основатель, руководитель группы компаний «Снег». В группе компаний много направлений деятельности. Я думаю, что Василий сейчас коротко обозначит, что это такое. Мы сегодня будем говорить на примере сервиса Bitrix24, как, вот то, про что мы в первой части обозначили направление деятельности, как переложить действительно на CRM Bitrix24. Василий, привет! Миша, привет! Всем привет! Так, теперь мне надо вывести, наверное, свои слайды. Первый. Вот так. Супер. Собственно, зовут меня действительно Василий. Я действительно руковожу группой компаний «Снег». Это группа диджитал-компаний, и одно из наших направлений – это как раз автоматизация, в том числе с помощью Bitrix24. И сегодня за оставшееся небольшое количество времени мы постараемся практически все, что сейчас очень долго вам рассказывала Ольга, уложить в небольшое практическое занятие, когда я буду расшаривать вам экран, демонстрировать, и показывать, как в целом довольно просто и довольно быстро, практически самостоятельно можно настроить хотя бы минимально Bitrix24 для того, чтобы отслеживать каналы и смотреть, откуда к вам приходят клиенты и какие они, как вообще работать с воронкой продаж. Сегодня вы это затрагивали в теории, и сейчас мы увидим, как это работает на практике. Немножко поговорим про CRM-аналитику. Это история про то, на что обращать внимание, какие KPI можно отслеживать прямо внутри CRM автоматически. И про CRM-маркетинг тоже внутри затронем. Вот тут были вопросы про имейлы. Соответственно, я покажу, как сегментировать быстро базу. Я покажу, как быстро настроить рассылку, не только имейл, но и в принципе. Ну и, соответственно, вы будете все это видеть в режиме реального времени. Так. Сейчас я включу пока своего экрана. Минуту. Вопросы точно так же можно задавать в чат. Самые интересные мы ответим после того, как я закончу демонстрацию. Точно так же будут мои контакты в самом конце, и вы сможете все увидеть и спросить, например, написать на почту, в Telegram, еще куда-нибудь и пообщаться. Также в конце будет небольшой бонус от нашей компании по поводу внедрения автоматизации. Чуть позже я об этом скажу. Скажите, видно ли всем мой экран? Картинку видно, да. Сейчас. Картинка Bitrix24 видна. Отлично. Я немножко подготовился. Я забил некоторое количество сделок для того, чтобы нам с вами было не тратить время сейчас. Ну, я говорил о том, что мы с вами начнем с каналах продаж. Под каналами понимается огромное количество различных мест, откуда к вам могут прийти клиенты. И, собственно, сейчас на экране, я надеюсь, всем видно, вы видите те каналы, которые заранее занесены в Bitrix24. Это находится в разделе «Контакт-центр». Вот их тут довольно большое количество. И на самом деле кажется, что это очень сложно и очень страшно подключать их, и не очень понятно, как это сделать. То есть на примере, надо, правда, сказать, что я немножко слукавлю и возьму самый быстрый канал для подключения, это будет Telegram. Но это займет у меня буквально два клика, а все остальные каналы, скорее всего, вы сможете подключить, чуть-чуть больше потратив времени, там, пять кликов, возможно, там, десять даже. Но, тем не менее, все они подключаются очень быстро. И самое главное преимущество вот этого «Контакт-центра» заключается в том, что вся информация обо всех клиентах сразу же будет приходить к вам в CRM. То есть вам не придется переключаться между разными экранами. Там, на одном экране у вас почта, на другом экране у вас Telegram, в телефоне у вас WhatsApp или, не дай бог, какой-нибудь WeChat китайский. И после этого, собственно, вам нужно все это собрать воедино, потратить время или переписать, не дай бог, в тетрадку. И, собственно, это неудобно, на это тратится большое количество времени и теряется контроль. Собственно, для этого и сделан «Контакт-центр», для того, чтобы все было намного просто, ну, нам максимально просто. Собственно, для подключения открытой линии с Telegram надо просто нажать на кнопку. Если у вас какие-то сложности будут возникать, не только с Telegram, но и с любыми другими, по буквально одному клику у вас появится инструкция, что конкретно надо сделать. Я ее в целом уже знаю и заранее подготовился повторить, поэтому я просто нажму кнопку «Подключить». И в появившемся поле я скопирую заранее созданный специальный код токена, который я до этого самостоятельно сделала в Telegram. В инструкции все уже это есть, поэтому никаких проблем с этим у вас не будет. Ну и дальше одной кнопкой «Подключить» собственно я подключаю Telegram к Bitrixu24. Собственно, все уже работает на самом деле, и сейчас мы с вами вас с этим проверим. Я сейчас параллельно с телефона. Вот телефон, если его видно. Напишу сам себе в этого бота сообщение. Секунду, секунду. Бот потерялся. Вот он. Напишу себе сообщение. Который желает получить любой коммерсант. Да. И вот магия случилась. Не обращайте внимания на верхнюю часть, потому что я отпестировал прежде, чем начинать. Вот это сообщение прилетело ко мне в Bitrixu24. Напомню, я писал его в Telegram. Я не знаю, видно или нет. Оно приехало сюда. И здесь отсюда же в автоматическом режиме этот бот создал мне сделку. Он узнал, кто я. Он записал мои контакты. Не записал сделку. Наверное, как раз потому, что я тестировал. Сейчас мы ее быстренько сделаем тогда в ручном режиме. Сейчас произошло следующее. Василий тестировал. Сделка уже создалась. И это сообщение добавилось в предыдущую сделку. Новая не создалась, потому что бот уже узнал, Bitrixu24 CRM узнал Василия и говорит, это не новая сделка, это еще прошлое не закончилось. Именно так. Поэтому я сделаю себе новый счет, и он точно появится, где нужно. Вот теперь у нас создалась новая сделка. Вот она у нас в сделках появилась. Вот так вот она выглядит. CRM запомнила, кто я, как я обращался. Она знает все обо мне. Соответственно, через какое-то время сюда подтянется полностью весь диалог наш. Ну и, соответственно, сюда сразу добавилась сумма, которую я добавил. Давайте выберем ее источник Telegram. Опять же, поскольку сделка вторая, повторная, то он не выбрался сам. Это осталось в рамках первой сделки. Собственно, таким образом можно подключать абсолютно любые каналы. Давайте выведу еще раз список на экран. Максимально популярные из тех, которые мы подключаем чаще всего, это, естественно, мессенджеры, Telegram, WhatsApp. Это, естественно, почта. Имеется в виду почта обычная e-mail. При этом можно подключить абсолютно любые ящики, и даже несколько ящиков можно подключить. Очевидно, что нужно подключать формы на сайт, виджеты и различные онлайн-чаты. Это если вы обращали внимание, такие всплывающие штуки снизу на сайтах, где можно сразу общаться. И клиент, когда пишет в этот чат, ему сообщение точно так же. Он отправляет сообщение точно так же вам в Bittrex24. Он приедет в этот же интерфейс, совершенно верно. И после этого все общение будет фиксироваться внутри сделок, если вы ее создадите. Отдельно можно подключить Facebook, социальные сети, то есть Facebook, ВКонтакт, Инстаграм. Отдельный набор мессенджеров Microsoft, Skype, Slack, Office 365. Соответственно, ну и колл-трекинг. Это история про телефонию. Если вы будете подключать телефонию, то точно таким же образом при правильно настроенной интеграции будет подтягиваться в сделки. Вот сюда вот сейчас я это отдельно выведу. Записи телефонных переговоров. Если записи телефония ваша умеет делать и прикладывать, они будут сразу же в эту же ленту. То есть здесь будет появляться сообщение, что был сделан звонок такому-то, такому-то, от такого-то, такого-то. И прямо из этой же ленты можно его прослушать. Просто нажимаете на кнопочку play в ленте сделки. И, соответственно, в режиме реального времени слушаете, что происходило по переговорам. Это крайне удобно, потому что весь диалог по всей сделке у вас остается на экране. И даже если у вас есть несколько менеджеров, которые так или иначе сделки друг другу передают, то, естественно, все это остается внутри системы. Это сложно потерять. И главное, вы можете контролировать, кто что кому обещал. Обратите внимание на эту часть. Собственно, я заранее настроил воронку. Это стадии сделок, которые в нашем предполагаемом продукте я брал услугу, причем довольно сложную. То есть это различные ремонты и, там, не знаю, строительство, чтобы показать максимально понятно, как это, в принципе, работает. Вот этих стадий здесь сверху может быть абсолютно любое количество. И еще более наглядно можно их видеть здесь. Это отображение называется Kanban. Это такая доска. Вообще история Kanban идет с настоящей доски, которая висела на стене, и там специальными стикерами, похожими вот на эти вот штучки, можно было из одной колонки в другую переносить сделки. Это позволяло наглядно понимать, каким образом вообще происходят дела в воронке продаж. Сейчас мы чуть дальше до нее доберемся. Пока что про стадии. Собственно, есть несколько видов отображений. На мой взгляд, это самый удобный. И фишка еще и в том, что самый простой способ переносить эти сделки и просто перетаскиваем их вот таким вот образом. Давайте парочку из них, из этих сделок, перетащим на другую стадию. Ну, например, три. Всего у нас шесть сделок. В чем логика построения таких воронок? Обычно, как сейчас, опять же, рассказывала вам Ольга, от самого входа в компанию, то есть от создания обращения до закрытия сделки, как только мы сейчас доберемся до крайней стадии, я вам покажу, как это работает, есть некоторое количество промежуточных действий, которые вы, как человек, который занимается продажами, или ваши менеджеры по продажам должны действовать, ну, должны осуществлять. И по-разному общаться с клиентом, нужно делать разные действия. Где-то нужно спросить у клиента, например, в случае с ремонтами, отправить оценщика. Где-то нужно отправить ему коммерческое предложение. Где-то нужно взять предоплату, не забыть. Где-то нужно собрать какие-то еще цифры, данные или замеры. Например, после окончания сделки собрать обратную связь. И, собственно, CRM позволяет не только визуально смотреть на то, что происходит, но и автоматизировать эти процессы. Например, это... Причем это может быть действительно автоматически, а не просто напоминалкой. Например, в случае, когда я переношу сделки на оценку и коммерческое предложение на стадию, у меня... Вот обратите внимание, сейчас здесь задач еще нет. Я сейчас обновлю страницу. Здесь появятся задачи о том, что мне необходимо провести оценку проекта по той сделке, которую мы сейчас увидим. Вот она, например, по сделке ремонта дома Зеленогорск. Соответственно, я сделал тестового робота. Сейчас я покажу, каким образом это работает. И в данном случае, поскольку я единственный пользователь этого тестового портала, а так, на самом деле, в вашем боевом портале вы можете настроить на любого ответственного и от любого постановщика, прилетает задача, которую вы можете отслеживать на тему, сделано ли что-то по этой сделке. Действительно ли отправили оценщик, если мы говорим про наш вымышленный пример с ремонтами домов. Можно создать чек-лист, который позволит оценить, насколько полно закончена задача и вообще, что еще осталось. Соответственно, это позволяет не забывать, что нужно сделать в процессе работы. И таким образом, повторюсь еще раз, я просто перенес сделки в новую стадию. Сейчас здесь появится четвертая задача. Вот она. Обратите внимание, что крайний срок у нее тоже меняется, потому что он считается от момента переноса. В данном случае я настроил робота специально. Вот так вот это выглядит. чтобы в момент, когда сделка перемещается на эту стадию, поставилась задача на ответственного с определенными параметрами. Таких действий, которые можно автоматизировать с помощью роботов, довольно большое количество. Вот так вот это выглядит. Прям довольно приличный список. Обратите внимание, что здесь есть действия не только внутренние. Например, что-то сделать, запланировать встречу или поставить задачу. Ну и есть действия, например, которые позволяют информировать клиента о том, каким образом происходит вообще с ним коммуникация. Например, это очень подошло бы тем ребятам, которые, ну и тем компаниям, которые занимаются отправкой или сбором, например, заказов. Когда у вас поступает заказ из интернет-магазина, вы, собственно, его приняли, менеджер его, например, отквалифицировал. После этого он переводит его в стадию формирования заказа. Например, надо пойти на склад и собрать те вещи, которые клиент заказал. В этот момент можно отправить автоматическим образом смс клиенту о том, что его заказ начал формироваться. Ну и там, например, какую-то информацию о том, сколько времени это обычно занимает. И таким образом при переходе на каждую следующую стадию можно информировать клиента. Причем не обязательно смс, можно делать информационный звонок. Это когда звонит робот или проигрывает сообщение заранее записанное о том, что, например, случилось в этом событии. Или если у вас есть клиент в открытых линиях, открытые линии – это вот эти штуки, где мы с вами общались через Telegram. Соответственно, отправить сообщение туда. Точно так же можно запустить, если мы говорим уже не про какую-то быструю сделку, например, про формирование заказа, а про долгую сделку. Там в чате задавали вопросы про то, что, например, делать для продажи сложных продуктов. Очевидно, что цикл продажи таких продуктов довольно большой, вряд ли они укладываются в часы. Скорее всего, это недели или месяцы. И это означает, что нам с вами нужно подогревать клиента, постоянно напоминая ему о себе и, желательно, выдавая какой-то полезный контент для того, чтобы вот этот уровень отношения к нам не скатывался в негатив, что мы просто его постоянно закидываем вопросами, типа, ну, когда ты уже купишь. И для разных стадий сделок мы можем в автоматическом режиме запускать разные рекламные кампании. Чуть позже я об этом тоже скажу. И они будут отличаться, ну, точно, это просто разные рекламные кампании. Будет добавляться информация о клиенте, например, в таргетированную рекламу на Facebook. И, соответственно, клиент не сможет забыть о том, что он с вами в каких-то переговорах, если вы будете аккуратно ему о себе напоминать. Таких роботов можно настроить абсолютно любое количество, абсолютно на любое количество стадий. Ну, это довольно просто делается. Сейчас не будем тратить на это время. Опять же, есть всегда под рукой довольно простая справка, которая позволит очень быстро к ней обратиться. Собственно, как передвигаются сделки по стадиям я уже показал. Давайте двигать ее дальше. И предположим, что мы довели сделку до финальной стадии. Вот они снизу. Обратите внимание, я сейчас не буду отпускать мышку. В самом низу экрана у меня есть один зеленый квадрат, который называется «Довольный клиент». Это означает, что сделка завершена. И есть несколько красных стадий, которые являются различными формами неудачной сделки. Давайте для примера сделаем одну удачную. Ну, я несколько неудачной для того, чтобы потом в рамках CRM-аналитики посмотреть, что происходило. Давайте теперь посмотрим на ту самую воронку продаж, о которой шла речь. Она строится автоматически. По тем данным, которые мы только что сейчас с вами изменили внутри CRM. Собственно, вот так вот выглядит сама воронка. Собственно, она и называется воронкой продаж именно потому, что напоминает по форме этот предмет. Обратите внимание, что у нас есть все стадии, которые у нас существуют. И можно ее сделать конверсионной. И снизу, вот, здесь тогда будут отображаться абсолютно все стадии, потому что нам важно, какое количество сделок, до какого количества стадий добралось. И снизу у нас есть прямо информация о том, какие сделки, что проходили. И поскольку на каждой стадии предполагается, что сделки все-таки, к сожалению, отваливаются, никогда не бывает у нас прямой воронки, которая выглядит, как, знаете, такой прямоугольник. Если бы такое было, это бы означало, что все 100% клиентов, которые к нам зашли в эту воронку, стали нашими довольными клиентами. Такое, к сожалению, далеко не всегда происходит. Поэтому нам важно смотреть, какое количество денег на какой стадии отваливалось. И в автоматическом режиме это, естественно, подсчитывается. И теперь по поводу тех четырех красных квадратов, которые были внизу. Это незаключенные сделки. И нам с вами абсолютно важно понимать, по какой причине клиент с нами сделку не заключил. Опять же, таких стадий может быть абсолютно любое количество. Это нам важно для анализа, потому что если бы сделать было намного больше сделок, мы увидели, например, что выбрали не нас по разным причинам. Определенное количество сделок, не подошли по цене другое. И таким образом мы могли бы сделать определенные выводы на тему того, что нам нужно улучшить в своих процессах. Возможно, что нам нужно сделать с входом в воронку. То есть, возможно, мы получаем, если у них очень много отказов, не подошли по цене, возможно, мы получаем непрофильные лиды, непрофильные сделки заводим. Ну, то есть тот трафик, который мы приводим к себе на сайт через разные рекламные каналы, не подходит по нашу ценовую категорию, и нам нужно что-то с этим предпринять. Именно поэтому анализ даже вот этого небольшого отчета крайне важен, потому что позволяет принимать целый ряд управленческих решений о том, что происходит у нас с воронкой продаж и что вообще, в принципе, происходит с продажами. Отдельно имеет смысл проговорить про аналитику. Вот такой красивый график она строит. По большому счету это крайне похоже на то, что мы уже видели, только в чуть-чуть другом представлении и с немного более расширенным функционалом. Собственно, здесь точно такая же воронка, только она здесь расположена не вертикально, а горизонтально. Здесь появляется дополнительный параметр, например, среднее время сделки. Сейчас оно, естественно, смешное, просто потому что я создал эти сделки несколько часов назад, и мы сейчас с вами очень быстро по ним поработали. При этом очень быстро часть из этих сделок сделали закрытыми, то есть одну выиграли и две проиграли, поэтому он неправильно считает среднее время. Тем не менее, в реальной жизни, если бы мы с вами открыли настоящую серию, например, нашу, то там было бы довольно большое среднее время сделки. В нашем случае оно близко к полутора месяцев, например. Здесь снизу показывается эффективность работы разных сотрудников, которые работают с вашими сделками. Опять же, повторюсь еще раз, в данном случае я всего один, потому что других пользователей на оркестовом портале нет. Но здесь показано, какое количество сделок я выиграл, и можно сразу же отсюда перейти в это количество, на какую сумму всего у меня вообще есть сделок, сколько из них я проиграл. Ну, то есть можно вывести конверсию, посмотреть. И это довольно полезная информация, и самая прелесть этой системы заключается в том, что она собирается автоматически ничего дополнить, но вам для этого делать не нужно. Естественно, я могу сделать разные отчетные периоды, например, за текущую неделю, за месяц, за год, за любой вообще период, который мне нужен. Могу настроить планы продаж. Я здесь всего один, поэтому пока что план будет небольшой, и всего только на меня одного. И он будет показывать, какое количество плана будет выполнено, если мы перезайдем на эту страничку. Ну, через время он подтянет цифры и, соответственно, обновит отчет. Он покажет, что происходит с динамикой. Опять же, к сожалению, сейчас большого красивого графика вывести не удастся, просто потому что CCRM новое, и данные еще пока не собрались. Тем не менее, на этом же отчете он покажет не только те сделки, которые мы выиграли, но и разложит их на первичные и повторные. Это то, что в самом конце выступления Ольги Михаил с ней обсуждал. Крайне важно использовать вашу клиентскую базу. Это люди, с которыми вы уже пообщались, и, возможно, которые у вас что-то купили. Для того, чтобы генерировать повторные продажи, мы чуть позже к этому вернемся. Для этого есть отдельный инструмент, который позволяет генерировать такие повторные продажи. И это крайне полезно, потому что это сильно снижает... Вот там в чате был вопрос про SaaS. Это Customer Acquisition Cost. И в случае, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, у которого этот SaaS крайне высокий, опять же, я могу привести пример нас, наш SaaS равен примерно 15 тысяч рублей. Это означает, что мы на привлечение одного клиента первичного тратим довольно привлечную сумму денег. И далеко не всегда, особенно если мы говорим про какие-то небольшие внедрения, мы получаем нужное количество денег от клиента для того, чтобы он перекрыл вот эту стоимость. Это означает, что мы вынуждены делать повторные продажи, и для нас это крайне важно. Например, если мы еще поддержкой сайтов занимаемся, там, тем не менее, тем более можно купить, не знаю, 2 часа поддержки, и стоимость привлечения все равно довольно высокая, а цена контракта за 2 часа довольно маленькая. И поэтому мы вынуждены генерить новые продажи и стараться вовлечь клиентов в какие-то новые сделки для того, чтобы снижать вот это количество денег, которые вы потратили на… ну, увеличивать количество денег, которые мы заработали на этих сделках для того, чтобы превышать показатель LTV над показателем SaaS. Соответственно, здесь вот отчет, который строится практически в режиме реального времени и показывает сразу же, что нужно происходить. Отдельно есть целый раздел, который показывает постоянных клиентов. Опять же, здесь, к сожалению, всего одна сделка сейчас, и это тестовое наполнение. Если бы сделок было больше, вы бы здесь увидели, сколько всего постоянных клиентов у вас есть, с какой периодичностью они у вас покупают, какая конверсия. Вот здесь, например, опять же, во время тестирования я одну сделку удалял уже, и она сюда тоже попала. Также есть возможность посмотреть финансовый рейтинг. Это сколько каких… какие клиенты и сколько денег нам принесли. Это довольно важно, потому что, на самом деле, конкретно этот отчет уже частично затрагивает даже управленческую отчетность. Но менеджерам по продажам зачастую важно понимать, какие его клиенты генерируют его доход и доход компании, в которой он работает. Поэтому этот отчет вынесли сюда коллеги из Битрикса. Отдельно обязательно я должен сказать про сквозную аналитику. Давайте вынесем ее вот сюда вот. Но, к сожалению, продемонстрировать, как она работает, не получится. Я просто расскажу, каким образом это происходит именно здесь. Ну, потому что сейчас подключить быстренько тестовые аккаунты крайне сложно. Ну, и тем более крайне сложно тестово нагнать трафик для того, чтобы провести демонстрацию. Тем не менее, здесь есть частично предустановленные наборы источники трафика, как вы видите, вот они. Соответственно, они в основном измеримые. Это, естественно, касается джитрового маркетинга, это контекстная реклама и это социальные сети. И по каждому из источников в данном случае мы можем вообще подключиться автоматически. Например, Google Ads позволит очень легко подключить к себе информацию и забирать автоматически все данные из счетчиков. Я не буду этого делать, потому что у меня нет сейчас таких данных. Тем не менее, тут максимально все просто. И сквозная аналитика – это история, которая показывает не только, с какого канала пришли клиенты, но смысл сквозной аналитики в том, что она намного более широкая. Она показывает, что, например, есть канал контекстная реклама. Внутри контекстной рекламы у вас есть несколько разных рекламных кампаний. Например, если мы говорим про ремонты, то вы можете заниматься, например, первичной постройкой, например, в загородных домах. Это одна рекламная кампания, вы рекламируетесь по ней. Отдельная рекламная кампания по, например, ремонтам квартир. И отдельная кампания рекламная, например, по какой-нибудь мелкому бытовому ремонту. В рамках каждой из этих кампаний есть некоторое количество объявлений, потому что вы экспериментируете с текстами, вы экспериментируете с визуалами, то есть с картинками, И вы экспериментируете, возможно, еще с чем-нибудь. Например, запускаете акции, приуроченные каким-нибудь праздником, к Новому году, к 23 февраля, к 8 марта, неважно. И на самом деле вам важно отслеживать не просто, что клиент пришел в контекстную рекламу, хотя если вы этого сейчас не делаете, то как минимум уже это сделать полезно. Но и на самом деле важно отслеживать, с какого конкретного объявления, с какой конкретного рекламной кампании вам пришли эти клиенты, потому что можно отключать неэффективные, усиливать те, которые работают лучше. И важно еще понимать, какое количество клиентов добралось, собственно, до оплаты счета, то есть какие рекламные кампании на самом деле генерируют вам деньги. И благодаря наличию сквозной аналитики внутри Bitrix 4 это возможно делать, то есть подключая условно Google Ads или Яндекс.Директ, напомню, это автоматическая интеграция, она довольно просто реализовывается. С Директом то же самое, что с Google Ads, там буквально пару кликов сделать, и все подтянется. Соответственно, в момент, когда клиент будет переходить по этой рекламе, попадать, например, на ваш сайт, обращаться к вам в чат или, например, оставлять заявку, вся эта информация будет храниться в CRM, и когда вы будете доходить, доводить этого клиента до оплаты счета и переводить сделку успешную, то Bitrix внутри сделает себе отметку о том, что конкретно этот канал, конкретно это объявление принесло вам такое-то количество денег и показывать вам эффективность каждого конкретного рекламного канала. Это довольно полезно и довольно важно, повторюсь еще раз. Сюда же отдельно вынесены каналы обращений, вот в данном случае еще Telegram у нас подключился, поэтому теперь он тоже здесь с зелененькой галочкой, что он работает. Точно таким же... Я в роли модератора немножко, прошу прощения, в роли модератора немножко вылезу, скажу, что у нас осталось минут 10 примерно, и можно переключиться на тему работы с существующими клиентами. Ты говорил про сегменты. Да, я говорил про сегменты и про CRM-маркетинг. Давайте к нему тогда перейдем. Что такое CRM-маркетинг? У вас есть уже база клиентов, это те люди, которые попали так или иначе к вам в CRM, и это ваша самая главная ценность, как компании, которая занимается продажами или услугами. Для того, чтобы запустить какой-либо процесс по дополнительным продажам, например, то вы можете разбить этих клиентов на сегменты. Вот здесь есть один тестовый. Давайте быстренько создадим еще один сегмент. Например, я возьму те клиенты, у которых статус сделки отрицательный. Вот у нас есть 4 отрицательных статуса. Что такое? Я взял случайно, удалю с собой сделки. Выбираем отрицательные статусы. Найти. Поскольку база у нас маленькая, всего 6, он выбрал всего 2 контакта. Я могу их сразу же здесь посмотреть. Я могу добавить какие-то свои адреса. И у меня появился сегмент, у которого есть 2 контакта. А дальше я могу либо запустить рассылку. Сейчас, к сожалению, в тестовом режиме я этого сделать не могу. Но я могу показать вам на примере генератора продаж. Это автоматический инструмент, который позволяет генерировать те самые повторные сделки. Как это работает? Например, нам нужно запустить продажи на, я не знаю, на ближайший Хэллоуин. Мы можем выбрать тот сегмент, который у нас уже есть. Вот. Дальше отредактировать задание для менеджера. Сделать название создаваемой сделки. И после того, как я сохраню, соответственно... У меня появилось 2 сделки в автоматическом режиме по тому сегменту, который у меня был уже выбран. Вот они, эти сделки. Вот. И дальше я точно так же могу эти сделки прогнаться по воронке продаж. И, возможно, что-то из этого получится. Вот тот комментарий, который мы заполнили. Ну, в данном случае он был заполнен автоматически. Тем не менее, там все можно поменять. И таким образом можно выбрать абсолютно любой сегмент. И дать задание менеджерам для того, чтобы они поработали над повторными продажами. Точно так же можно сделать рассылки. Сейчас она не запустится, но тем не менее. Причем не только email, но и SMS, если она подключена. И точно так же выбрать нужный сегмент. Дальше должен быть, естественно, настроен сервис. Сейчас мы не будем этого делать, потому что это неподключенный функционал. Тем не менее, по сложности запуска этого процесса, там все примерно то же самое, что я показал сейчас с генератором. И, в общем, это позволяет... Вообще, довольно важно понимать, что повторные продажи и работа с вашей текущей аудиторией сильно увеличивает прибыльность вашей компании. Поэтому крайне важно использовать этот функционал. Это очень сильно упрощает жизнь и вам, и вашим менеджерам. Ну и, соответственно, позволяет на тех же клиентах зарабатывать больше. Особенно сейчас в сложных условиях это важно сделать, потому что таким образом вы можете поработать с уже существующей базой без привлечения новых. Таким образом, повышен маржинальность и доходность. Миша, есть ли у нас еще время? Мы можем либо что-нибудь показать красивое. Либо что-нибудь рассказать красивое. Отлично. Тогда мы можем перейти, например, в заказы. У меня тут есть уже два заказа. Заказы – это та информация, которую я отправлял в открытые линии. И вот он, этот заказ. Если я нажму сюда, то здесь будет небольшая форма, где, если бы у меня были подключены формы оплаты... А напомню, что я сейчас нажал на ссылку, которую получил клиент. В данном случае это я сам себя отправил в Telegram-канал, ну, в Telegram-бота. И если бы у меня были подключены продажи и формы оплаты к CRM24, то, соответственно, клиент мог бы сразу оплатить эти деньги. Я бы сразу увидел их у себя вот здесь вот. Соответственно, он бы сразу тоже начинал перемещаться по стадиям дальше, если бы у меня были запланированы роботы, которые, например, по поступлению оплаты умеют передвигать заказы по воронке дальше, по воронке заказов. Соответственно, важно отметить, что даже в чате... Сейчас, секундочку. Сейчас у Bittrex появилась шикарная возможность генерировать эти продажи и не отпускать клиента сразу же. То есть вот есть кнопка, я надеюсь, ее видно, она здесь снизу, на краю экрана, продажи в чате. И отсюда, например, если вы поговорили с клиентом, который к вам пришел, например, через Instagram, но пока что не готов покупать, вы можете, например, отправить свою визитную карточку. Они могут быть настроены заранее или их можно обновить практически в режиме реального времени через редактирование. Не будем ждать, пока подгрузится визитка. Ну и, соответственно, все это останется у клиента на месте. При этом, поскольку информация о клиенте сохранилась в CRM, вы всегда можете к нему вернуться и попытаться возобновить с ним диалог для того, чтобы он начал двигаться вперед по воронке продаж. И это довольно удобный функционал. И повторюсь еще раз, поскольку эта информация отправляется абсолютно в любые социальные сети, это позволяет закрывать продажи в том месте, где клиенту комфортно с вами общаться. Очевидно, что если он написал вам в Telegram или в Instagram, в Direct, например, то ему комфортно общаться именно там. И если вы будете просить клиента переходить, например, на сайт, и он может по дороге потеряться, то по факту вы потеряете обращение и, возможно, продажу не сделаете. И, собственно, вот эти открытые линии и возможность подключить все эти каналы позволяют не терять продажи. По сути, это сейчас сценарий, который очень сильно растет. Статистика была в первом докладе про 20% в мессенджерах продажи. Я уверен, что в 2020-2021 году эта статистика будет намного выше, еще с учетом того, что сейчас мы много времени будем проводить по домам, не очень много будем ходить по торговым центрам еще где-то. Это очень комфортный сценарий для того, чтобы через мессенджер, через социальную сеть показать товар, и если этот товар нравится, тут же принять деньги по месту. Это вот, если вы смотрите на конверсию, это один из ключевых показателей, над которым вы работаете в любом случае на сайте, в мессенджерах, где угодно. Это сильно конверсию повышает, потому что вы, правда, не заставляете никуда переходить человека, не отправляете ему счет, который он должен куда-то вбить. Просто ссылка, он переходит, нажимает клик по смартфону и оплачивает комфортно для себя способ. Кстати, интересный вопрос, Миша, может быть, ты знаешь? На этой кнопке подключается Apple Pay, если я работаю с телефона? Или Google Pay? Навскидку не скажу. Не тестировал сам вживую, только вот в демо-режиме. Нужно будет посмотреть. Ну, даже если сейчас это не работает, я полагаю, в ближайшее время это появится, чтобы еще больше упростить сценарий при оплате максимально быстро вот с этой ссылки и с этой кнопки. Да, но сценарий, правда, очень классный, заходит сейчас очень хорошо. И причем это разные сегменты, это... Ну, в основном это B2C, конечно. Я говорю про разные сегменты, разные отрасли. Там сумма покупки может быть совсем небольшая, там 200-300 рублей, может быть существенная, потому что клиенты уже привыкли платить в интернете, и если он вам по вашей коммуникации, по вашему сайту или по вашему бренду доверяет, то он готов оставить и более серьезную сумму. Именно так. Так, мы можем подсмотреть немножко на вопросы. Давай. Так, вот здесь от Замдира большой вопрос, наверное. Вопрос про настройки работы уже в B2C24. Я предлагаю тебе персонально на него ответить. Так, друзья, смотрите, вот мы сейчас показывали возможности B2C24, и если по ним какие-то вопросы возникают, можно сейчас в чатах их бросить. Так, вот куда уходит оплата? Оплата уходит у вас в подключенные средства связи, там же есть подключенная онлайн-касса, она выбивает чек, и вот здесь сценарий полностью закрывается, он идет на ваш расчетный счет, который вы указали в договоре с платежной системой. Вот как раз, пока Миша говорил, я вывел на экран центр продаж, где и можно подключать терминалы, онлайн-кассы, где это происходит. Это тоже происходит довольно просто. Ну, то есть, например, для того, чтобы подключить кассу, вы можете выбрать уже из максимально популярных, например, Atoll, и дальше здесь, во-первых, есть простая инструкция, а дальше это происходит буквально в несколько кликов, и процесс максимально упрощен, чтобы не нужно было привлекать ни разработчиков, ни самому становиться разработчиком для того, чтобы подключить кассу, которую нужно подключить довольно быстро. Ну, то есть, по сути, мобильный телефон на условном андроиде может быть терминалом для вашего курьера, для человека, который доставляет товар, принимает оплату сразу же, если нужно продублировать смс-кой ссылку, он дублирует, и при оплате CRM-система узнает, переводит в нужный статус, и вы приходит их денег, видите точно так же на мобильном телефоне. Кассу с собой, с физическим чеком таскать при этом не нужно, это онлайн-касса, ну, то есть, правда, вот эта часть, этот анализ закрывается очень здорово. Так, тут уточнение по робокассе и в Атору. Есть стандартные подключенные, там, Orange, по-моему, и Атолл. Робокасса и в Атор в стандартных режимах нет, нужно смотреть в дополнительных. Тем не менее, можно подключить и робокассу, и не те, которые здесь присутствуют, просто в этом случае нужно как раз чуть-чуть повозиться. Чуть больше настроек, да, чуть больше настроек. Там есть готовые верхние части, которые по нескольку кликов, вот, можно через более сложные механизмы. В чате было несколько вопросов про агрегаторы, например, или иностранные агрегаторы, или наши, можно ли забирать заявки с различных маркетплейсов? Есть ли у тебя опыт? Здесь есть в списке Авито. Не знаю, можно ли назвать Авито маркетплейсом, теперь, наверное, пожалуй, уже да. Но напрямую, сразу в контакт-центр, вот сейчас забирать пока что нельзя. Тем не менее, есть приложения сторонние, которые позволяют делать интеграции с практически любыми маркетплейсами. Из тех, которыми мы работали, это Shopify. Есть приложения для AliExpress. Ну, то есть, это чуть более сложный процесс, чем просто нажать четыре кнопки, подключал Telegram, но да, это возможно. Ну, и зависит от маркетплейса. Надо уже смотреть, какая возможность у кого есть. Выведи, пожалуйста, свои контакты. Коллеги спрашивали, как можно... Мне для этого надо переключиться. Переключиться в режим слайда. Я еще обещал... Я еще обещал бонус. Собственно, для всех участников этого вебинара. Сейчас слайд перед вами находится. Мы предлагаем до конца этого месяца по специальному промокоду, который указан здесь. Я так понимаю, Миша все равно вышлет всем презентацию, и там эта информация останется. Можно будет выбрать различные скидки при оплате различного тарифа в случае, если... Ну, неизвестно, какой тариф вам понадобится. Это будет известно уже по факту, когда мы с вами начнем общаться. Тем не менее, в зависимости от того срока, на который этот тариф будет оплачен, мы готовы предлагать скидки участникам этого вебинара на внедрение. Соответственно, контакты мои находятся вот здесь вот. Мне можно писать. В Telegram, на самом деле, можно еще и звонить. Но лучше писать. Мы уходим в асинхронную коммуникацию все больше и больше. Если раньше позвонить было первым действием, которое ты делал, то теперь первое действие написать и договориться, если нужно позвонить. Так, контакты, друзья, перед вами. Значит, что будет прямо сейчас? Я в серединке обещал, что у нас есть антикризисный чемоданчик, который мы с удовольствием отдадим тем, кто поделится обратной связью, как прошел сегодняшний вебинар и что вы ждете в дальнейшем. Я сейчас вместе дружно попрощаемся и выведу анкетку, которую можно будет заполнить. Вам после заполнения анкеты в течение ближайших одного-двух дней придет на почту антикризисный волшебный чемоданчик с контентом, про который я говорил. Если вдруг что-то не получается, то можно обратиться к Екатерине Петровой. Ее контакты будут в рассылке. В рассылке, которую вы в любом случае получите, также будет ссылка на запись этого вебинара, контакты спикеров на их слайдах, но и презентации, соответственно, спикеров, которые можно будет детально поизучать, посмотреть, почитать. Если какие-то вопросы к спикерам у вас возникают, то welcome, можно, пожалуйста, общаться уже за рамками этого вебинара, но вот теперь вы на всех посмотрели, я надеюсь, вам все понравились и можно будет продолжить. Значит, прямо сейчас, друзья, мы с вами прощаемся. Василий, спасибо огромное. Тебе спасибо. Всем пока. Да, и я вывожу на экран маленький опросик, который можно заполнить друзьям. Спасибо вам большое. Всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.